Главное политическое событие этой недели президент дал большое интервью украинскому телевидению. По сути, это старт нового политического сезона, который наверняка станет судьбоносным для страны. Осенью Украину ждет событие, которое предопределит наше будущее на десятилетия, а может и на столетия вперед. В ноябре в Вильнюсе на саммите Украины и ЕС должно быть подписано соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. В пятницу цитаты из интервью Виктора Януковича занимали большую часть эфира новостей на всех каналах. Глава государства редко делает столько важных заявлений сразу, из которых следует, что в стране в ближайшее время многое изменится. Нас всех ждут новые реформы, о необходимости которых так много говорило большинство украинцев. Вот что важно знать из сказанного президентом на этой неделе. Главное во внешней политике курс на Европу не изменен, несмотря ни на что. Но с соседями на северо-востоке Украина ссориться не хочет и не будет. А с таможенным союзом Украина уже сотрудничает в формате 3 плюс 1. Там есть наш представитель, и мы будем готовы присоединиться к отдельным положениям, которые не будут противоречить правилам ВТО и Европейского таможенного союза. Но это экономика. Глобальный исторический выбор, в какой союз вступать в стране, европейский или евразийский, украинцы сделают на референдуме. Когда он будет, этот референдум, мы с вами не знаем. Когда будет принято решение про вступ к Европейскому союзу или к Митному союзу. И тогда в любом случае нам не обойтись без референдума. Не обойтись. Зараз мова идет немного про то, какой мы крок сегодня сделаем в отношениях с Европейским союзом, с Россией, Митным союзом. Мы визначились сегодня. Визначились. И заради этого мы приняли закон в 2010 году, который визначает основы нашей внешней политики. Это европейская интеграция. И осень этого года, она поставит крапку. Мы выполняем там все условия. Я в этом, у меня нет никаких сомневек. И политические силы, которые сегодня представлены в парламенте, они объединяются. Виктор Янукович ожидает от парламента конструктивной работы на благо страны. Новая сессия Верховной Рады откроется во вторник. А еще президент надеется, что украинские депутаты возьмут пример с европейских коллег и будут вести себя в зале заседаний приличнее, чем прежде. И еще один щекотливый вопрос украинской политики – судьба и здоровье Юлии Тимошенко. Отпустят ли ее лечиться за границу? Наши законы, они не предпочтают таких обстоятельств на сегодняшний день. Это всем известно. И то, что нужно изменять эти законы и достигать такого уровня, который бы позволял в окременных случаях кому-то давать, надавать такие повноважения. На жаль, в Украине таких повноважений ни в кого не имеет. И в президента так же. Но гуманитарный подход, он должен быть, потому что случаи разные разные. Поэтому мне на это вопрос приходилось уже ответить много-богато разов. Я всегда ответил, что любая посадовая особа, в том числе и президент, может действовать только в межах своих повноважений, согласно с законами, которые есть в государстве и Конституции. И тут подход так уж так и будет. Суды и милицию нужно реформировать. Оба вопроса сложные. В случае с судами потребуется конституционная реформа. Но без этого не обойтись. А еще после череды громких скандалов вокруг сотрудников милиции в МВД грядет полная поголовная переаттестация. И пройдут ее не все. Недолики и системы есть, и недолики конкретных людей, физические недолики. Поэтому над всеми этими вопросами мы сейчас работаем. Обязательно будем информировать население, общество, каким образом мы будем подходить. Сейчас продолжает процесс подготовки по великому рахунку до аттестации. Очень жесткий будет подход и аттестация людей, которые сейчас работают в правоохранительных органах. И требования для тех, которые будут приходить и работать. Самое главное из сказанного президентом, конечно, вот это. Украина выполнит все условия для подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Уверенность, с которой сделано заявление, только усиливает впечатление от удивительной политической ситуации, в которой оказалась страна. Едва ли не впервые в истории независимой Украины у власти и оппозиции одна цель на двоих. Очень похоже на формирующуюся национальную идею. Которую можно выразить всего двумя словами. Мы европейцы. Вот так просто и ясно. На этой неделе три лидера объединенной оппозиции, Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тегнебок, полетели в Брюссель, столицу Евросоюза. И там, по сути, повторили то, что сказал Виктор Янукович. Они сделают все, что нужно для евроинтеграции Украины. Украинские дни в Брюсселе. Лидеры оппозиции в столице Евросоюза встречаются с чиновниками и депутатами. Делают все, что могут для евроинтеграции. Из трех главных оппозиционеров Европарламент пригласили двоих. На заседание комитета по иностранным делам не позвали лидера свободы Олега Тегнебока. То ли мелкая пакость, то ли политический урок. В этом комитете преобладают представители левых сил, которые идеологически не воспринимают взгляды, которые исповедуют всеукраинское объединение свободы. Олег Тегнебок, лидер всеукраинского объединения свободы. Политическим взглядом Арсения Яценюка и Виталия Кличко у евродепутатов претензий не было. Они нашли общий язык. Хотя говорили на разных. Кличко на немецком, Яценюк на английском. Географически и исторически мы европейцы. Польша, Чехия и Словакия, например, уже прошли тот же путь, который предстоит пройти нам. Большинство украинцев уже сделали выбор. Они хотят стать частью Европейского Союза. Но людям нужно объяснить, какие выгоды они от этого получат. Только представьте, 74% украинцев никогда не покидали населенных пунктов, в которых они живут. И о Европе они знают только понаслышке. Еще одна причина, по которой это соглашение должно быть подписано. Нам нужен новый уровень отношений с Россией. Не перезагрузка, а именно новый тип отношений. Когда российское правительство, российский президент будут уважать суверенные права государства Украины. И в этом нам нужна ваша поддержка. И, наконец, но не последняя. Что нужно потребовать от украинского правительства? Три пункта. Реформа правосудия. Тимошенко. Честные выборы. Чуть позже уже всех троих оппозиционеров пригласили на встречу с комиссаром Мьез Штефаном Фюлле. Говорили, в общем-то, о том же, о чем и с евродепутатами. Все трое оппозиционеров пообещали не безобразничать в парламенте и принимать все законопроекты, необходимые для евроинтеграции Украины. А Фюлле пообещал поддержку Европы и попросил не безобразничать Россию. Любое внешнее давление на Украину, касающееся ее планов подписать соглашение об ассоциации с ЕС, недопустимо. А мы наблюдаем все более агрессивную политику со стороны России в этом вопросе. А председатель СНБО Андрей Клюев, который тоже встретился с Фюлле, добавил, дорогие российские, белорусские и казахские братья и сестры могут не беспокоиться. Украина по пути в Европу про них постарается не забыть. Мы планируем сохранять и продолжать углубление наших отношений и интеграционные процессы с Россией, странами евразийского сообщества и другими мировыми лидерами и новыми центрами экономического развития. В тот же день в Киеве премьер-министр Николай Азаров объяснил, как мы будем расширять и углублять отношения с Россией и евразийским сообществом. Украина будет в Европе, а таможенный союз за этим столом нам достаточно приставного стула. В интересах взаимовыгодной спецпрации мы готовим поступово приедноваться до окремых угод, веки дают в мытному союзе.